Привет, ребята! Сегодня вторник, на улице чудесная погода, на градуснике плюс 20. Я оставила машину на солнце, на самом солнцепёке, так что внутри машины просто адская жара. Я собираюсь ехать за Артуром, он заканчивает школу в 15.30, буквально через 5 минут мне нужно его уже забрать. Потом мы вернёмся обратно домой, он немножко отдохнёт, покушает, может быть немного почитает. И потом я его отвезу в музыкальную школу, потому что по вторникам у него пианино и сальфержи. Так что нам нужно поторопиться. Школа здесь в принципе не очень сильно далеко, особенно если ехать на машине пешком. Это где-то в районе 15-20 минут, смотря как шагать. А на машине 5-10 минут, но они никогда не выходят вовремя, поэтому я всегда приезжаю в 15.30. Так что поехали забирать моего сыночка любимого. Солнце то выходит, то заходит, но тем не менее это очень жарко. Я люблю такую погоду. В принципе 20 градусов это самое то. И не сильно холодно, и не сильно жарко. Но в машине довольно жарковато, потому что я её оставила. Я не захотела спускать её. У нас есть подземный паркинг. Я не захотела её спускать в подземный паркинг. И оставила на улице. Я не думала, что будет такое солнце светить. Здесь всё нагрелось. В моей машине кондиционера нет. Единственный кондиционер у меня это окошко. Я думаю, сейчас я вам немного покажу, как выглядит школа Артура. Так что увидимся с вами через несколько секунд. Я обещала Артуру приготовить сегодня пирог, когда он вернётся со школы. Или мы, может быть, приготовим его вместе. Такой, знаете, обычный домашний пирог, который не претендует ни на какие кулинарные шедевры, которые я обычно готовлю из покупного теста. Поэтому посмотрим, что у нас получится. У меня есть дома ягоды, яблоки. Соответственно, тесто покупное. Сегодня я покупаю ещё творог. Ну, как творог? Во Франции нет творога, но я нашла что-то наподобие. Не совсем аналог, но это тоже молочный продукт. Такой творожного. Творожного вида, я не знаю даже, как сказать. Я уже на парковке возле школы. Вон там вот вдалеке это белое длинное здание, это школа Артура. Она довольно большая, потому что там есть и детский сад, и начальная школа, и даже первый класс колледжа. Поэтому она занимает довольно много места. Там есть спортивная площадка. Сейчас мы посмотрим немножко поближе. Вот здесь я обычно прохожу. Такая арочка. Там, как вы видите, на заднем плане видно маленькие горы. А вот и Артур. Привет. Привет. Кто это у нас здесь вернулся со школы? Это я. Как дела? Как сегодня прошел? Сегодня второй день после каникул. Ага. Как прошел сегодня твой день? Супер. Супер? Что сегодня произошло такого? Супер. Ну, сегодня я в школе там поиграл со своими друзьями, там, ну, и все такое. Будет весело. А что еще? Ну, там поучился еще, там все такое, и... Там математику поделал, французский еще. И мне сказали, что в следующий вторник мы пойдем куда-то. Ну, в одну... Ну, там место, и они там разлажают... Разлаживают. Разлаживают, ну, там, всякий мусор, чтобы... Ну, короче, плохой мусор, который нельзя переделать, они его, ну, уничтожают. А другой, мы... Они его переделывают, там. Будет лекция опять по поводу сохранения природы. Да. И сегодня к нам приходил, ну, один... Один человек, и он нам там делал... Ну, короче, я получил чуть-чуть нас. Вот. Чего учил? Ну, он учил там разное, что может быть плохое произойти из-за наших... Из-за нашего мусора. Вот. Ну, и там... Как сохранить природу. Да, все такое. Как разбирать мусор, на тот, который... К чему ведет... Он нам сказал, ну, там были разные группы, они учили разные вещи. И наша группа это было... Ну, к чему ведет этот мусор? К чему, что мы можем сделать? Какие последствия могут быть? Если мы будем, там, ну, продолжать выкидывать, там, мусор на пол, и, там, потом это на море будет идти, и такое. Вот. Ну, и, короче, надо прекращать. Ну, правильно. Мне кажется, это очень полезные лекции. И их читают в школе во Франции, мне кажется, с первого класса, да? Ну, да, все учатся сейчас в этом году, прям все, прям такие, начинают очень сильно об этом говорить, потому что... Ну, это очень важно. Это очень важно, и потому что это начинает уже быть такое, ну... Катастрофически. Да. Мусор, мусора уже слишком много. Да. И мы сегодня там увидели, там были... Если не, ну, некоторые люди не знали, то тогда там есть, ну, есть наша карта, и там есть большие такие острова, больше, чем, например, Франция, и они полностью сделаны из мусора. Острова из мусора, да? Пять. Пять, и они больше даже, чем Украина, можно сказать, то же самого роста. Да, и, ну, короче... Это ужасно. Да, это очень ужасно. Ну, я считаю, что это очень полезно, то, что у вас проводят такие лекции, наглядно вам показывают о том, как необходимо защищать природу и максимально не загрязнять ее. Как правильно разбирать мусор, тот, который органический, пластик, картон и тот, мусор, который можно переработать, стекло. По поводу этого всего вам рассказывают, правильно? И мы, да, ну, я, мы еще должны были пойти в фильм, но это перебили на другое время, вот, и там, короче, тоже там говорит, ну, есть такая партия, где, ну, там, рыбы красиво показывают океаны и все такое, такой документальный фильм. Да, документальный фильм, вот, и там, ну, в одном моменте, ну, в начале говорит, что, нет, в конце говорит, что это очень опасно. Ну, и если мы будем продолжать, ну, наш мусор кидать, куда попало, то тогда это потом будет на океаны идти, и очень красивые сорты рыб могут просто исчезнуть, потому что там... Они погибнут. Они все погибнут и пойдут в Красную книгу. Как на французском языке называются эти лекции? Ну, точно не знаю, вообще. Ну, как вам учитель представил, о чем мы будем разговаривать, как она сказала? Ну, вообще, называется наша лекция... Это на французском. Если нет, если перевести, то тогда, ну, чтобы спасти и защитить нашу планету, надо прекратить раскидывать везде наш мусор. Вот. Мне кажется, это очень важная тема. Да. И это очень здорово, что у вас есть такие уроки. Что мы сейчас будем делать? Сейчас мы... Домой поедем? Да, домой поедем, и я соберусь ехать на музыку. Ну, мы сначала немножко отдохнем. Да, у нас есть... Может быть, ты почитаешь немножко? Возможно. Возможно. Какую книжку ты сейчас читаешь? Я сейчас читаю книжку от Жуля Верна «20 тысяч илье под водой». Ну, и как тебе? Ну, пока там довольно интересно. Так, мы быстренько забежали домой. Я здесь уже приготовила ингредиенты для пирога. Вот такое вот я использую покупное тесто. Иногда, иногда готовлю сама, иногда покупаю уже готовое. Сливки. И вот такую вот штуку я использую вместо творога. Мне кажется, что похоже. Он не такой... Он не очень сухой, зернистый, но есть какое-то сходство. И, в принципе, в пироге очень даже вкусно получается. Здесь яблочки, яйца. Вот такая вот замороженная смесь ягод. И сейчас Артур немножко отдохнет. Ну, еще, конечно, я забыла сказать, нужно, конечно, будет добавить сахар, ванилин. Все это нужно будет еще добавить. Сейчас немножко Артур отдохнет. Он, по-моему, сейчас читает. Пойдемте с вами проверим, чем он там занимается. Что делаешь? Читаю. Чего читаешь? Покажи книжку. Как называется? Две тысячи... На французском, давай. Вен миллие леу Суллимер. Никто написал? Жульверн. Эту книжку мы взяли с тобой где? В медиатеке Урда. Недалеко отсюда находится. В библиотеке, да? В медиатеке. В медиатеке. А до этого какую книжку ты уже прочитал? Вокруг света за 80 дней. Да, тоже Жульверна. Вокруг света за 80 дней. Мне кажется, нам нужно уже потихоньку собираться. Там буквально только что, вот я вам рассказывала, что на улице солнце и 20 градусов. Теперь посмотрите, что творится. Буквально за пять минут все изменилось. Больше нет никакого солнца. Поднялся ветер и дождь. Но ничего. Будем собираться в школу. В музыкальную школу. Вот, кстати, как выглядит мой пирог. Ему еще осталось несколько минут побыть в духовке. Такой домашний чизкейк с лиственными ягодами. И всем, кто кушает, приятного аппетита! И мы увидимся с вами очень скоро в следующем видео!